Давайте быстро посмотрим, как там дела обстоят с отрядом самоубийц от Рокстеди, потому что вокруг игры сейчас обстоит довольно непонятная ситуация. Ранее я уже собрал в отдельном видео всю доступную нам информацию об отряде самоубийц убить Лигу Справедливости, так что если вам интересно понять, что из себя представляет новый проект Рокстеди, то гляньте сначала то видео, а потом возвращайтесь к этому. Сегодня мы поговорим на несколько иную тему. Изначально планировалось, что игра выйдет уже совсем скоро, 26 мая, и поэтому вовсю по идее должна идти рекламная кампания. Сейчас мы должны были бы получать новые трейлеры, какие-то кадры игрового процесса, возможно какие-то рекламные ролики, CGI, вот все в таком духе, что обычно всегда преследовала серию Arkham. Да и любую другую крупную игру ближе к релизу. Я всегда люблю залипать на CGI-ные трейлеры и другие промо-материалы, потому что зачастую это иногда прям отдельные такие произведения искусства. Над ними работают отдельные команды, студии. Так, например, у Arkham Origins есть очень крутой трейлер, который, по сути, показывает все восстановление Бэтмена, там буквально за секунд 30, там может за минуту. Ну и это выглядит очень клево. Поэтому рекламную кампанию отряда самоубийц от Rocksteady и Spider-Man 2 от Insomniac я жду, но если про Spider-Man мы поговорим в другой раз, то и с ним кажется более-менее все в порядке. А вот с новой игрой Rocksteady есть некоторые замешательства. После презентации геймплея игры на State of Play над проектом нависла какая-то темная туча, и сейчас его судьба стоит под некоторым вопросом. Игровое комьюнити встретило презентацию геймплея с довольно большим негативом. Отчасти справедливым, отчасти нет. Так, вполне обоснованно предъявлять претензии к тому, что в игру нельзя будет играть в одиночку без онлайн-подключения. То есть, ну это действительно не самая удобная функция, и из-за этого в свое время очень сильно критиковали Xbox One, и вполне конкретно сейчас понятно, почему прилетает по шапке и новой игре Rocksteady. С другой стороны, кажется некоторым лицемерием со стороны игрового сообщества предъявлять игре претензии насчет того, что в ней будет боевой пропуск, что там будут какие-то скины, и вот это вот все, что это игра-сервис. Потому что сейчас мегапопулярные франшизы вроде Колды и других шутеров, и прочих-прочих, которые используют сервисную модель, стабильно висят в топах продаж, и при этом имеют какие-то более скотские системы монетизации. Но прилетает, конечно же, в первую очередь Отряд Сумоубийц, у которого единственное, что ты сможешь открывать в Battle Pass, это дополнительные скины, и все. Как бы там ни было, реакция сообщества повлияла на игру, и Джейсон Шрайер уже рапортует, что, скорее всего, она не выйдет 26 мая. Даты релиза пропали с официальных сайтов, комикс-приквел, который должен был бы выйти после игры 30 мая, также пропал с сайтов комиксов DC, и теперь недоступен для всяких предзаказов. То есть то, что игру перенесут, скорее всего, 100%. Но пока не было никаких официальных анонсов, и абсолютно непонятно, с чем именно связан будет перенос. Как сообщает тут же Шрайер, разработчики не собираются глобально переделывать какие-то механики, и в целом их все устраивает в игре, но об этом поговорим чуть позже. Называются разные даты для переноса от осени до вообще 2024 года. При этом Джейсон Шрайер уточняет, что разработчики очень вероятно сами не знают еще даты релиза, с чем и связана такая долгая сдержка с анонсом переноса игры. И если мы говорим о переносе в целый год, хотя игра уже до этого была перенесена с 2022 на 2023, и тогда, собственно, не было никаких вопросов, потому что они бы выходили параллельно с Gotham Knights, что как бы две игры DC, два крупных проекта, спустя столько лет, молчание, ожидание игроков, да, как бы было бы странно выпускать, они бы просто мешали друг другу. Поэтому логично, что отряд самоубийц должен был быть в мае, хотя как бы казалось, что он готов уже в прошлом году. Но теперь оказывается, что он должен будет выйти и в следующем, а это значит, что с игрой дела обстоят как-то более неоднозначно. И чего-то у меня есть большие сомнения, что им нужен год на полировку игры от багов, с учетом того, что она должна была выйти уже в мае, и навряд ли она там должна была выйти дико забагованной. Если не вспоминать релиз Arkham Knight на ПК, которым занималась вообще другая студия подрядчика, а не Rocksteady, то в целом, как бы всегда, на консолях уж точно, игры Rocksteady, вся трилогия про Бэтмена, выходила в стабильном качестве и вполне нормально игралась на релизе. Да, были какие-то баги, но как бы это никогда не было что-то критичное. Как, например, с Assassin's Creed Unity в свое время. Поэтому действительно такой перенос настораживает, и не совсем понятно, в чем его причина. Но надеюсь, что вскоре разработчики поделятся с нами официальной информацией. Но не будем слишком сгущать краски и наводить темноту. Хотелось бы закончить это видео на более положительной ноте, и для этого есть некоторые основания. Во время недавнего подкаста VGC ведущий Энди Робинсон поделился некоторыми своими инсайдами о том, что слышал положительные отзывы об отряде самоубийц-убителю-бесправедливости. Некоторые из людей, с которыми разговаривал Робинсон, и которые работают над игрой, в самом деле говорят о ней много положительного. Особенно по сравнению с Gotham Knights. Робинсон сообщает, что сами бета-тестеры, которые принимали участие в тестировании игры, говорят, что это не еще одна Gotham Knights, да и сами разработчики, работающие над игрой, настроены весьма оптимистично в отношении придуманного геймплея, игрового мира, сюжета и тому подобного. Мне кажется, эта информация должна несколько обнадежить фанатов студии и тех, кто ждет игру отряда самоубийц-убителю-справедливости, собственно, как и меня. Потому что если разработчики сами продолжают верить в проект, даже несмотря на весь хейт в их сторону, я думаю, что это многое говорит в положительном ключе о действительном качестве игры. Но поживем и увидим. Если что, можете следить за обновлениями насчет игры вместе со мной в группе в ВК или в Телеграме. Ссылки на них вы найдете под видео в описании. Но если вестей наберется достаточно на видео, то тогда вы первым узнаете оттуда, из социальных сетей, что оно вышло. Ну, на этом у меня все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok